Ольга, спасибо вам огромное. Ваши советы всегда максимально продуктивны и необходимы для того, чтобы... Всегда. В точку. Да. Ну а сегодня у нас в гостях футболист, фристайлер Олег Маринич и его тренер по технике и фристайлу. Фёдор Семёнов, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Привет. Привет. Очень радостно вас видеть у нас в студии. Я вот секунду хочу информацию вам рассказать. Занимается футболом с двух с половиной лет. В арсенале имеется 26 наград. 11 раз он был признан лучшим бомбардиром турнира. Имеет более 50 медалей за первое место по футболу в Краснодаре, в Краснодарском крае и за его пределами. Ого, хочется сказать. Во-первых. Потому что, дети, я в два с половиной года грязь ела, наверное. Во-первых, мы тебя поздравляем, что ты пошёл в школу в этом году. Да, поздравляем. Поздравляем. А во-вторых, ты с двух с половиной лет футболик. Ты как, сам решил идти в футбол? Или тебе родители этому, ну, как сказать, открыли для ворота? Родители. Родители? Кто-то, папа занимался с мамой или что-то такое? Папа. Папа у тебя футболист? Папа футболист и этим всё решено. Спасибо большое, папе. Спасибо, папе. Ну, что ты принесла в спорт. Расскажи, помимо всех наград, которые мы перечислили, ты также являешься действующим чемпионом города по игре в паннофутбол среди ребят 2013 года рождения. Что это такое паннофутбол? Я знаю, есть десерт панно-кота. Что такое паннофутбол? Паннофутбол это... Ну, тренер, расскажите нам. Да, расскажите. Паннофутбол это формат уличного футбола, формат один на один, когда вы не команда, а, соответственно, ты сам в такой, в определенной площадке, такая клетка, как, наверное, в UFC. Ринг. Ринг, да, такой, с маленькими воротами. И там задача не только забивать голы, но и пробрасывать мяч сопернику между ног. За это также начисляются баллы. Мы очень давно активно проводим подобные соревнования. Они есть как один на один, два на два. По ним есть и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. И вообще, ну, в Европе это очень сильно распространено. Мы вот в Краснодаре проводим. Мы и Москва более так развивает. Вот. Это очень интересно. И, кстати, да, раньше не слышала о таком направлении. Оно, оказывается, уже так развито. Олег, расскажи свое впечатление о школе. Вот ты только пришел в школу. Я уверен, что на физре все хотят тебя в команду взять. Ну, все хотят. Все знают, что ты хорошо играешь. Все знают, что ты круглый футболист и хотят себе в команду забрать. Как ты решаешь, за какую команду играть? К кому пойду сегодня? К сильным. К сильным? Я выбираю сильным. Ну, все правильно. Сильные идут к сильным. Все логично. Ну, про футбол мы, конечно, разузнали. Есть ли какие-то еще у тебя увлечения, кроме футбола? Или ты все свое время посвящаешь футболу? Кроме футбола раньше был бокс. Плавание было раньше. Ну, мы знаем, что у тебя есть в футболе рекорд по жонглированию мячом. Ты более трех с половиной тысяч раз как-то набиваешь или что делаешь? Можешь продемонстрировать? Прямо сейчас. Можешь показать? Давай, подборный аплодисмент. Проходи, бери мяч. Проходи, показывай. Проходи, бери мяч. Проходи, бери мяч. Браво, браво, Олег. Слушай, я не успевал следить за мячом. Как это, дриблинг называется или как это в футболе? Когда ты там что-то делаешь там. Не хотела бы я играть против твоей команды. А я хочу сборную России привести к финалу чемпионата мира и выиграть. Наконец-таки кто-то это сделает. Спасибо. Мы уверены в том, что мы сейчас находимся в одном помещении с будущей звездой, которая будет представлять Россию в будущем. Да, на международном уровне. Олег Маринич у нас был сегодня в гостях и также его тренер Федор Семенов. Друзья, ну вы никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, это хорошее утро. Ура!